Привет, красотка! И тема сегодняшнего видео как никогда актуальна, потому что наступила осень, а вместе с ней холода, и укорачивающийся световой день, и максимально лень вылезать из-под тепленького одеяльца по утрам, приводить себя в порядок, а выглядеть как бы хочется хорошо. И вообще, само это видео навеяно моим собственным желанием с самого утра после пробуждения иметь свежий, здоровый тон лица, не прибегая к помощи декоративной косметики. Я очень люблю декоративную косметику, сейчас я накрашена, но я люблю к ней относиться как к какому-то творческому процессу, не просто чтобы что-то замазать, да, потому что в моей жизни бывают дни, когда мне не хочется краситься, когда я просто не успеваю с утра накраситься, но это не значит, что весь день я буду чувствовать себя неуверенной, потому что просто-напросто я без косметики. Так что это видео это такой комплексный подход, будем с вами разбираться, от чего вообще возникает заплывший вид лица, как мы можем на это повлиять, на что мы не сможем повлиять, а вы пока что можете подписаться на мой канал, потому что, знаете, недавно я посмотрела такую свою статистику, аналитику ютуба, и поняла, что почти половина всех, кто смотрит мои видео, стабильно при том, они не подписаны на канал, но они смотрят, но они не подписаны. Так что если вы вдруг сейчас опускаетесь под видео и видите там красную кнопочку, то есть она до сих пор не стала серой, вы знаете, что надо делать, запасайтесь чем-нибудь горяченьким, у меня это травяной чаек, который будет меня греть на протяжении всего видео, вы тоже там чего-нибудь заваривайте, какао, кофе, чай, и будем с вами болтать. И, конечно, если мы говорим про утро, значит нужно начинать с вечера, правильно? И первое, это, конечно, основа снов, тщательный для макияж. Как бы вы не устали, как бы вы не хотели спать, представьте, что это непропускаемый пункт перед отходом ко сну, то есть вот вы не сможете уснуть, если на вашем лице есть остатки пудры, туши, теней. Если это вдруг еще не стало вашей привычкой, то настоятельно рекомендую просто отследить и сами, как изменится состояние вашей кожи, когда она будет отдыхать, восстанавливаться и делать все то, что она должна делать по природе всю ночь. Гель, пенка или масса для умывания лица, средство, которое вам и вашей коже будет комфортно, с труднодоступных зон, такие как ресницы, то есть остатки туши. Лично я снимаю всегда мицеллярка, потому что бесполезно гелем что-то тереть, у меня все равно остаются круги панды, поэтому мне помогает в этом плане мицеллярка. С остальным лицом и с шеей, и с ушей, потому что если вы тональное средство везде наносите, то и снимать его нужно тоже отобсюду. У меня с этой задачей справляется такое гель-масло. Дальше наносим тоник, сыворотку и любимый увлажняющий крем. Второй шаг, это такие базовые настройки, которые касаются самого сна и без которых вообще никуда. Что сюда входит? Это проветренная комната. За несколько минут до самого сна хорошенько проветрите спальню. Сами заметите, насколько будет легче засыпать в прохладном помещении, когда не душно, не жарко. Увлажнитель воздуха, особенно в период отопления, когда невероятно сухой воздух. Увлажнитель это вообще то, что стоит рядышком прямо с моей кроватью у изголовья, потому что я прям сильно чувствую, когда его нет. И вот в моем окружении все, кто пользуется, все видят эффект. На коже она более намного увлажненная. На лицо ладно, мы постоянно и так его мазюкаем, чем-то ухаживаем. А вот со всем телом это прям сильно заметно, когда начинается вот этот период отопления. И прям такая кожа, мне кажется. Ну и в идеале спать не лицом в подушку, потому что, я думаю, каждая из нас просыпалась хоть раз такими вмятинами на щеках от изломов подушки или азиала. Я сама очень люблю позу полуживот-полубок и лицом прямо утыкаюсь в подушку. Но хотя бы вот это подутреннее время спать на спине, потому что просто-напросто эти заломы не успеют уйти до начала вашего рабочего дня, учебного дня. И это как бы никак не убрать. То есть это не уберешь макияжем, это уберет только время. Так интересно, кстати, я после рождения Евы перестала спать на подушке. Просто мне не захотелось. Мне это стало без надобности. Раньше мне прям нужно было мягкую большую подушку. Мне без нее прям шея была некомфортно. А сейчас мне наоборот, с подушкой некомфортно. Максимум у меня, вот знаете, есть такая невысокая змея, вот эта, которая ограничивает ребенка. И она у нас до сих пор, кстати, лежит. Почему вообще рекомендуют спать на подушке, помимо там всяких физиологических штуков? Я, честно, не знаю, маркетинг это или нет. Вот эти ортопедические всякие подушки, кому как комфортно. Я всегда смотрю по своим ощущениям. Мне вот эти ортопедические подушки вообще неудобны. Мне нужно, чтобы небольшой был подъем. И получается вся жидкость, которая есть в организме, она не будет скапливаться в лице. Потому что если спать вообще вот так, то есть вероятность того, что лицо будет немножко отекшим с самым утру. Поэтому я все равно сплю на небольшом возвышении. Третий шаг касается выпитой нами воды. И здесь я не буду говорить о том, что надо пить воду. Я скорее хочу развеять миф, о котором часто говорят, почему люди наоборот не пьют воду. Типа за 4 часа до сна не нужно вообще пить воду, потому что лишняя жидкость накопится. И будут типа с утра мешки под глазами. Все на золотой середине, как всегда. Потому что если наоборот не пить достаточное количество жидкости, особенно реально, когда ты хочешь, тебя жаждут. И ты такой, нет, не буду пить, потому что будут отеки. В большинстве как раз таких случаев отечность лица, ног, вообще в целом в теле, она связана с тем, что организму недостаточно воды. В результате чего лимфа густеет и застаивается в виде отеков. Это не означает, что перед сном нужно пить 2 литра воды. Скорее, здесь просто, опять же, на свои ощущения смотрите. Банально, если вам хочется пить, если у вас есть жажда, надо пить. Но вот что точно влияет на отечность, это соленая пища по вечерам. Потому что организму нашему нужно очень много воды, чтобы избавиться от этой соли. Если это сделано перед сном, то ему часто просто не хватает этого времени. И с утра можно проснуться с отеками. Так что, окей, соленые огурцы, рассолы на ночь не обязательно пить. Но лишать себя воды, особенно если у вас есть жажда, не надо. И вот четвертым пунктом мы, наконец, подбираемся к самому эффективному, самому действенному. И вот вы с утра проснулись. Если вы все сделали до этого утра правильно, у вас там увлажненный воздух, вы снимаете макияж, увлажняете свое лицо, спите, не уткнувшись подушкой, у вас нет каких-то заломов, то, в принципе, с утра можно иметь уже неплохой результат. И мягко переходя из прошлого пункта про лимфу, мы поговорим про лимфодренажный массаж с самого утра. Но не пугайтесь, когда люди слышат массаж, это сразу же а, долго у меня нет на это времени, б, это сделает только профессионал где-нибудь там в салоне, я так не умею. Но нет, на самом деле все не так страшно. Для лимфодренажного массажа понадобится всего 2-3 минуты, и это можно делать вместе с вашим ежедневным уходом с самого утра. То есть вы все равно наносите сыворотку, все равно наносите увлажняющий крем. Но просто можно это делать не вот так вот как-то, а по нужным линиям и разгоняя лимфу. Потому что в большинстве случаев появление на лице тех самых проблем, которые по утрам приходится маскировать тональными средствами, провоцирует самое банальное нарушение работы лимфотока. Как это говорится, очень рекламный результат вы заметите с первого применения, но это действительно так, потому что межклеточная жидкость моментально покидает пространство, и отечность тут же спадает. Проводим пальцами по местам лимфопротока. И наше базовое упражнение направление лимфы от области виска до мочек ушей и до надключичной зоны. 3-4 повторения. Затем собираем лимфу с области лба, также 3-4 повторения. Продолжаем с областью вокруг глаз. Тут следите за правильным направлением. Мы начинаем с внешнего края и двигаемся к переносице, а не наоборот. И снова наше классическое упражнение к мочкам ушей и к ключицам. Далее лимфодренаж нижней трети лица. Очень простые упражнения, которые даже сложно назвать упражнение, согласитесь? Просто смотрите, как это делаю я и повторяйте. И общее предфинальное движение, обратите внимание на положение моих пальцев, собираем лимфу со всех тканей лица. И завершить массаж можно легкими похлопывающими движениями по тем же массажным направлениям. Моя ежедневная, ежевечерняя уходовая линейка уже давно от Дальба. Я вознакомилась с этой маркой. Вот этот спрей, это вообще любовь. У меня уже вторая банка уходит. Несмотря на то, что уходит, кстати, не так быстро, но просто я уже достаточно долго им пользуюсь. Это спрей-серум, который можно использовать во время нанесения макияжа, после, до и в качестве уходового продукта. Потому что это именно как сыворотка работает, знаете, для ленивых максимально. Вообще не нужно на себя ничего носить, просто так сбрызнул. Но начинаю я, конечно, не с сыворотки, это так, просто мой любимый продукт. Начинаю я с вот такого масла для очищения лица, очень бережно, без какого-либо скрипа. Расходятся, кстати, тоже очень долго. Одно нажатие, и вообще этой капелюшечки хватает на все лицо и на шею. Не забывайте про шею. И мне очень нравится их солнцезащитный крем 50 SPF. Он как раз анти-круги под глазами, очень в тему нашего видео сегодня вписывается. Потому что он высветляющий, при этом абсолютно не плотное нанесение. Потому что когда я вижу SPF 50, сразу же кажется, что ого-го, сейчас что будет. Но нет, он очень легкий, я бы сказала, прям воздушный. И не оставляет никаких липких следов. И пятый наш завершающий шаг будет касаться правильного нанесения консилера, выбора консилера, формы, в виде которой нужно наносить консилер. Вообще можно уже остановиться на этом. То есть, если вы не носите декоративную косметику ежедневно, а просто хотите свежий тон лица, какими-то такими внешними манипулятивными действиями мы с вами уже все поработали. Конечно, это тысячу раз еще зависит от питания, от образа жизни в целом, от спорта, от ваших прогулок. Но это было бы сейчас не видео, а лекция на 2 часа. Но, а как же быть тем, у кого, например, просто супер тоненькая кожа под глазами, и видно прямо венки. Такая синева, не потому что ты не выспался, а потому что у тебя вот, ну, такая вот кожа. Конечно же, в голову всем приходит консилер, который спасает именно в такие ситуации. Сам по себе консилер это более плотное средство, нежели тональник. И он наносится, собственно, поэтому точечно. И частая ошибка и проблема в последствии тех, кто наносит консилер неправильно, наносит их вот как-нибудь так еще много-много, что через час, через полчаса после нанесения он начинает собираться вот здесь, вот здесь, где зона морщина, и работает не в полную меру, и не показывает то, на что способен консилер. По порядку. Консилер вообще стоит выбирать на 1, 2, 3 тона светлее, чем тональное средство. В большинстве случаев его наносят под глаза, как раз-таки, чтобы высветлить эту зону. И здесь тоже несколько моментов, как именно наносить. Небольшое количество консилера наносим на границу между темным кругом или темной областью под глазом и нашей обычной кожей, в форме как будто перевернутого треугольника. Также не допускайте ошибку и не забывайте про зону у переносицы. Зачастую у большинства людей именно эта область самая темная. И растушевываем влажным спонжем, либо же своими пальчиками, чтобы под температурой пальчиков средство лучше разошлось. Что касается самого продукта, я больше люблю консилеры, которые выдавливаются. Потому что неизвестно, в каком состоянии кожа твоя сейчас. Есть ли на ней какие-то высыпания, может быть, даже видимых нет. Но это что-то попадет в общий тюбик. Потом ты на абсолютно чистую, здоровую кожу будешь наносить этим же стиком. Очень надеюсь, что это видео было вам полезно. Благодарю за просмотр. И напишите, пожалуйста, в комментариях, какой пункт для вас был в новинку. Возможно, что-то вы начнете делать, что-то вы услышали впервые. Если такого нет, тоже напишите, я буду знать. А еще напишите, как вы встречаете эту осень. Какая у вас погода, потому что у нас резко вдруг стало холодно. Плотненько осень взяла образы управления. Очень внезапно захотелось горячий шоколад, плед и Гарри Поттера. Вот эти все стереотипные штуки, которые у меня всплывают в голове. Ну а я вас обнимаю. Улыбайтесь чаще. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok